— Человек знает, что такое добро и что такое зло, — говорит Кавка, — но силы поступить в соответствии с этим развлечением ему не дано. Собственно говоря, это и есть проблема человека после грехопадения. Это человек, который знает, что такое добро и что такое зло, но поступить, сделать выбор соответствующий не в состоянии. И тогда, говорит он, появляются мотивации. Мотивации, на самом деле, это не что иное, как способ замутить вот это самое распознание добра и зла. Человек хотел бы взять назад это распознание добра и зла, но вместо того, чтобы взять назад, он придумывает мотивации, которые как бы делают мутным это распознание, и он вроде бы делает вид, что их не знает, добра и зла, и действует в соответствии с какими-то мотивами. Ну, это может быть спорный, любопытный афоризм, спорный относительно того, что человек знает, что такое добро и зло, каждый, и внутри каждого человека оно проявляется. Но в этом фильме есть тезис, чем-то похожий на это, потому что, по сути дела, мы имеем дело с человеческой совестью, с его системой ценностей. И эта система ценностей оказывается укоренена где? Она оказывается укоренена в войне, ну, или в противостоянии. То есть тогда получается, что не грехопадение, а война, конфликт военный – это то, что, собственно говоря, для человека проявляет или проясняет, что такое добро и зло. Ну, и это понятно, потому что война, она в каком-то смысле снимает, несмотря на то, что война возникает из-за идеологических иногда или экономических противостояний, но человек, который внутри войны находится, он поступает не исходя из идеологических позиций, а исходя из конкретного выбора. Этот выбор достаточно простой. Вот эти три парня, они жертвуют собой, чтобы спасти остальных. Все понятно, все ясно, что такое добро, что такое зло. То есть получается, что вот в ситуации войны прояснение добра и зла оказывается возможным. И даже оказывается возможным поступок, который будет очевидным образом поступком, квалифицируемым как добро. А вот дальше герой Высоцкого, который находится не в ситуации войны, а в ситуации жизни, и подвергается идеологическим, экономическим, еще каким-то нормам, социума, который живет не в состоянии войны, его поступки нельзя назвать прям плохими. То есть они все время на грани такие, вроде что-то такое, немножко в ту сторону, немножко в эту. Но он оценивает свои поступки, он же, по сути дела, оценивает их сам. Он их оценивает, исходя из той этической шкалы, которая, собственно говоря, была приобретена там, вот в том действии, которое совершили его друзья. Собственно, этот мотив все время звучит. Он свой поступок совершает как раз, как бы исходя из этого. При этом любопытно то, что, по сути, то, что он должен сделать, по сюжету пьесы, он должен предотвратить войну. То есть он должен сообщить что-то, самолет не пролетит, и войны, по крайней мере, сейчас не будет. То есть он предотвращает войну. Ну, парадокс, на котором я хотел бы заострить внимание, состоит в том, что получается, что как раз этические категории на войне, они проясняются, а в жизни они затуманиваются, так или иначе. И человек не в состоянии, действительно, как Кавка говорит, поступать в соответствии с добром. У него полно мотиваций, которые руководят его поступками. Я сейчас специально отвлекаюсь от того, американцы здесь или неамериканцы. У меня есть ощущение полное, что Симонов, конечно, писал про американцев, потому что он не мог написать то же самое и про Советский Союз, про ту идеологию, которая как бы на самом деле девальвирует все эти достижения, предположим, которые были достигнуты после войны, предположим. Но эти достижения, это как раз и есть извлечение вот этой четкой шкалы ценности, где я знаю, что такое добро и знаю, что такое зло. А дальше в течение жизни, в жизни мирной, это развлечение оказывается не таким уж и очевидным. И получается парадоксальная штука. Кавка говорит о том, что угроза смерти человеку в райском саду, это как раз угроза того, что он не сможет поступать в соответствии с добром. Об этом его предупреждают. Не ешь от древа познания добра и зла, потому что поступать в соответствии с добром ты не сможешь. Это и есть смерть. И в этом фильме примерно то же самое, когда мы видим предпоследнюю сцену, и героиня Тереховой говорит о том, что он сжимается, он просто умирает. То есть он, живя, он умирает. Получается, что в мирной жизни, живя, он умирает. А когда же он, собственно говоря, воскрешается и становится живым? Именно тогда, когда он идет на смерть. Вот этот парадокс здесь, мне кажется, любопытным. Перед лицом смерти мы можем распознать, что такое добро и зло, а перед лицом жизни этого сделать не удается. Значит, тогда получается, что мы в жизни умираем, а в смерти, наоборот, воскресаем. Вот этот парадокс, мне кажется, в этом фильме любопытным. И я, собственно говоря, на этом и остановлюсь, потому что у нас, к сожалению, еще и есть ограничения по времени. Мы в 9 часов должны наше обсуждение закончить, потому что наложилось несколько мероприятий в нашем замечательном музее. Я предоставляю с удовольствием слово Кириллу Разлогову. Наверное, будет всем нормально, если вы будете отсюда говорить. Система в этом плане круговая, поэтому она дает возможность, не сходя с места, все говорить. Значит, у меня к этому фильму отношение двойственное, потому что я бы на него посмотрел, я не беру в данном случае как произведение искусства, как художественное решение, именно тот крен, который вы взяли, вы взяли такой философский крен, я бы сказал скорее такой крен социально-психологический, потому что на самом деле есть две таких могучих тенденции в мировом искусстве, литературе, кинематографе. Одна тенденция, это... Чуть ближе микрофон. Это та тенденция, которая можно назвать этическим максимализмом, когда ясно с точки зрения автора, Господа Бога или кого-то там еще, вот, кто прав, кто виноват. Где лежит то, что, значит, где плюсы, а где минусы. Вот. И вторая тенденция, которая... И в этой тенденции работают два кинематографа в основном американские и советские. Вот. Где черное, черное, белое, это белое. Полутона, если не появляются, то случайно. Вот. Вы насмотрите на эту проблему как бы изнутри фильма. Я на нее хочу посмотреть немножко извне. Вот. Есть тенденция, которая мне в известной мере ближе, потому что я вырос несколько в другое время. значит, это тенденция, связанная с этическим релятивизмом. Когда на самом деле, как говорится, в нескольких вариантах в разных произведениях искусства, что трагедия жизни состоит в том, что каждый по-своему прав. Вот идеи того, что каждый по-своему прав в этом фильме нет совсем. В ней, в нем есть очень жесткая такая структура, согласно которой вот это есть черное, это есть белое. А главный герой между тем и этим мучается, прекрасно понимая, что где черное, где белое. Вот. Ну, мы немножко драматизировали ситуацию, говорят, что он едет на смерть. Он на самом деле едет не на смерть, а просто на потерю значит, некоторых привилегий. В этом плане я хотел бы вспомнить Анжей Вайду, который сделал в свое время картину, которая вот также связана с тем, что журналист теряет все, потому что он неправильно выступил. Вот. И это полная катастрофа, а если продумать эту полную катастрофу, эта полная катастрофа заключается в том, что журналист перестает получать все издания к себе на стол, вот, и от него уходит жена. Вот эти две таких вот, два таких могучих удара. Вот. Анжей Вайда, человек, который как бы все это перенес на себе, он просто вот эту свою собственную собственную драму выдал в известной мере за драму Вселенскую. Здесь происходит приблизительно то же самое. Вот. То есть герой ставится в ситуацию, когда ясно, что черное, ясно, что белое. Вот. В общем, можно в известной мере даже заранее предсказать, что в конце концов он выберет белую сторону, а не черную. Вот. Также есть элемент хиппи-энда, который используется на советском утеноне в меньшей мере, чем американскому, а именно он не несет за это расплаты, хотя вот ваша интерпретация это расплаты неминуемые, это смерть. Я присоединяюсь, я четвертым иду, поэтому он так это воспринимает. Вот. Ну, это красивая метафора. Значит, хотя в искусстве, конечно же, здесь все немножко по-другому, потому что вот я помню немножко из другой оперы картину последнюю дворцевого Айка, которая показывалась на Каннском кинофестивале, где главная героиня Гастарба это девушка, которая бросает своего ребенка в родильном доме и переживает всякие-всякие-всякие-всякие бесконечные ужасы, вот, и в конечном итоге возвращается и забирает ребенка из роддома. И у меня была дискуссия с одной дамой, которая обсуждала, и говорила, ну, у нее же все равно все эти проблемы остаются, ей угрожает смерть, ей угрожают долги, вот, все, все есть. Я говорю, но тем не менее это не меняет того, что это хэппи-энд. Она вернула себе ребенка, и с точки зрения художественной правды это счастливый конец, хотя в реальной жизни как бы все было по-другому. Здесь скорее обратная ситуация, потому что в реальной жизни все не так абсолютно как бы, как в философской интерпретации. Но все равно здесь хэппи-энд присутствует. поэтому а если мы накладываем на это еще некоторые по крайней мере два исторических фильтра, один фильтр связан с тем, что это в конце 60-х, в конце, ну, в начале 60-х годов там где-то сказано, вот, что это просто карибский кризис тут как бы в самом расцвете, вот, и совсем другая ситуация, хотя, конечно, фильм сделан не в начале 60-х, фильм сделан в другое время, но то, что время действия обозначено так, оно ведь не случайно обозначено, Константин Симонов был человеком образованным, знающим, где что происходило, вот, поэтому здесь есть еще и этот парадокс, который, честно говоря, меня поразил еще, пожалуй, в большей степени, чем те парадоксы, о которых вы говорили, но интересно, как эта картина воспринимается теми людьми, которые, может быть, не являются профессионалами по истолкованию репусов, а воспринимают это более непосредственно как человеческую драму, ну и, конечно, подобран очень хорошие актеры, которые очень хорошо в духе времени изображают все те чувства, которые они должны изображать, вот, но в данном случае это звучит, производит впечатление чрезвычайного схематизма, не просто схематизма, чрезвычайного схематизма, хотя, безусловно, все люди талантливые, актеры знаменитые, звезды, остающиеся звездами и по сей день, даже когда уже они отошли в мир иной. Спасибо. Слово вам. Ваши вопросы, реплики, замечания, пожалуйста. Мне, во-первых, напомнило это немножко Одиссею, вернее, самого Одиссея, то есть он тоже стоит перед таким морально-этическим выбором, когда он, который вроде бы все имеет, он бессмертен, он живет там с прекрасной женщиной на острове, то есть практически в полном таком эгоистическом раю, решает все-таки бросить это все и поехать к себе домой, то есть поехать к тем социальным связям, к этим людям, к этим троим, которые, ну там умирают без него, ответственность за которыми он несет, обратно домой, при этом потеряв как бы, ну, свои привилегии. И это напомнило мне той сцены, когда Одиссей встречается с своими погибшими товарищами, то есть вот опять всплывающие вот эти в памяти его, как бы, такие апологеты совести, то есть вот эти люди, которые как раз и являются его совестью. И вот в связи с этим у меня как бы такой вопрос, что такое совесть? И как бы это то, что нас с одной стороны связывает, но с другой стороны, если бы мы ей не следуем, она причиняет такую явную боль, с которой человеку трудно жить. И вот в этой связи как бы интересно, как молодому человеку, как жить-то все-таки. Как вот поступать? Ну, мы сейчас быстренько объясним, как жить. С этим все просто. Ну, если серьезно, то я, в общем, как раз и заострил этот момент, да, то есть здесь, когда я привел кавку, это одно из возможных предположений, да, что человек вообще изначально является этическим существом, и в принципе на интуитивном уровне, естественным образом, он может отличить добро от зла, что является, безусловно, литературной или философской абстракцией. Альтернативная позиция может состоять в том, что все эти представления о добре и зле формирует, на самом деле, общество. И хотя человек себя строит, судит и так далее, он судит себя, исходя из того, что, собственно, из него сформировали, как, чему его научили, что такое добро, а что такое зло, да, то есть и в этом, собственно говоря, сложность, потому что человек, обученный определенным понятием добра и зла, он поступает в соответствии с ними. В соответствии с ними он не может поступать, как это ни странно, даже в том обществе, которое его воспитало, вроде бы, в нем эти самые понятия добра и зла. Почему? Потому что, на самом деле, помимо этических категорий, существуют еще и идеологические, экономические и другие причины, которые, вообще-то говоря, начинают на человека воздействовать. Ну, и вот здесь, возможно, в этом фильме еще один из таких, если мы перенесем, ну, отобразим это зеркально все это происходящее с американского общества на советское. После войны человек, который столкнулся с войной, это, в принципе, человек бесстрашный. И он поступает, наверное, вот сразу, если после войны. Чем его можно испугать? Да ничем. Он уже, и он является в каком-то смысле эталоном определенного рода тех ценностей, которые он в себе несет после вот этой войны. Затем само общество, ну, возьмем, предположим, советское общество, оно начинает постепенно размывать его как индивидуума за счет того, что его наказывают за что-то, за что-то поощряют, да, то есть эти пряники и плетки, они постепенно превращают его все-таки в более-менее управляемое животное, потому что после войны он как бы неуправляем, он идет на поролом со своими ценностями, а постепенно его можно, собственно говоря, обуздать. Вот мне кажется, что вот этот мотив, хотя не уверен, опять же, что фильм об этом, но в этом фильме можно увидеть этот мотив и эту проблематику, проблематику того, что, во-первых, я не знаю, на чем основаны мои понятия добра и зла, а во-вторых, даже если я знаю, то эти понятия мои добра и зла, они не работают в социуме, социум начинает мной манипулировать так или иначе, несмотря на то, что я являюсь вроде бы его продуктом, и тогда получается такая как бы экзистенциальная проблема, а как же мне, собственно, существовать, все время обращаться к этому моему опыту, ну, как я его назвал, опыту смерти, мне кажется, что, когда герой Высоцкого говорит, все, я к ним присоединюсь, иду четвертым, он прямо идет на смерть, это не то, что он там потеряет зарплату, потому что, что ты там присоединяешься, эти люди пожертвовали жизнью, я иду четвертым, он же так сильно это все, для него это как бы он прямо пошел на смерть, ну, я ничего не объяснил, конечно, но, стало яснее, да, ну, хорошо, пожалуйста, если еще есть, да, сейчас, всем здравствуйте, в 74-м году, если помните, вышел сериал «Совесть», и практически сюжет похожий, там герои Ромашина, Всеволода Сафонова, еще два человека бегут из концлагеря, причем четверо, один из них, Сафонов, это предатель, то есть, он, собственно говоря, назиратель тюремный, и с героями убегает, и в итоге 20 лет они мучаются, что, собственно, не сказали ничего про него, он пропал, но это детектив такой, через 20 лет встречается случайно, но коллизия такая, что, собственно, все эти 20 лет они вспоминают, и совесть их мучает, вот, как-то, я не знаю, сюжет, сюжет этот, кто режиссер и сценарист, но вот он, мне кажется, как-то перекликается с этим фильмом, вот, вы не могли что-нибудь сказать? Нет, я не видел просто этот фильм, мне сложно с ваших слов как-то их сопоставлять, эти два фильма, тоже не видел да, сложно ответить, есть ли здесь какое-то сопоставление или нет, то есть нужно его, ну, отдельно анализировать тогда то, о чем этот фильм, кто-то хотел что-то сказать? Вопрос про Высоцкого, как бы, есть такая линия, что Высоцкий был, ну, как бы, в оппозиции, что-ли к советской власти, условно говоря, а тут такая конформистская роль, такой пропагандистский фильм, и, в общем, ну, как бы, что Вы вообще думаете о Высоцком вот в этом контексте? В этом контексте, я думаю, что мы очень часто абсолютизируем оппозицию, которая есть, есть оппозиция моральная, есть оппозиция психологическая, она абсолютно не обязательно носит отчетливо-политический характер, политической оппозиции у Высоцкого как раз не было, у него было такое моральное неприятие, вот, он, как бы, жил своей жизнью и очень был чувствителен к различным, к различным тенденциям, ну, и вот в этой выставке, которая сейчас здесь, это очень четко, четко видно, там отобраны такие достаточно, как бы сейчас сказали, нехорошим словом, экстремистские варианты песен, которые не очень как бы распространяются, кроме как я в юности их пел, поскольку в университете были именно именно эти песни в наибольшем ходу, вот, но, как мне кажется, вот здесь уже говорилось о том, что человек сталкивается с разными ситуациями и в обществе, и в жизни, Высоцкий принадлежал к такой интеллектуальной богемии, с одной стороны, с другой стороны, он стремился к такому понятию, как расширенное сознание, вот все, что связано с психоделической революцией, с расширением сознания, с попыткой выхода за пределы вот той жизни, которая никогда никого не удовлетворяет, в некую такую другую, более высокую сферу, вот, и поэтому он и был художником очень разноплановым, но сила его художнического дарования, на мой взгляд, заключалась в том, что он не отвергал ту повседневную жизнь, которая его как бы окружала, а наоборот, из нее черпал источники вдохновения, ну, известно, что он как бы не воевал, но вот военная тематика, военная проблематика была внутри его творчества, он играл в театре роли, очень своеобразные и относящиеся к классике, он сыграл как бы в картине, которая стала своего рода эталоном определенного мира, ощущения, место встречи изменить нельзя, место встречи изменить нельзя, опять-таки, это картина, где сталкиваются два представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно, но в этом нету чисто политического мотива, поэтому это очень богатая многообразная творческая фигура, очень богатый своеобразный человек, ну, естественно, с какой-то внутренней драматической трагической судьбой, который для всех людей там моего поколения, близкого поколения, для людей, которые его знали или жили с ним в одно и то же время, вот, фигура эмблематичная, потому что он не был официально, вот в этой картине он как бы нормальный советский актер, который играет роль, которую ему предложило советское кино, довольно конформистский режиссер Столпер, довольно такая очень схематичная драматургия Константина Симонова, который очень тонко чувствовал как бы военную ситуацию в военное время, а послевоенное как бы чувствовал по-другому, ну, и что еще я мог бы по этому поводу сказать, дело в том, что в этой ситуации америка советской послевоенной были, было огромное количество параллелизмов, это не значит, что Симонов имел ввиду конкретно советское, но что произошло после войны, во время войны, во-первых, американцы стали вдруг дружить с русскими, советская армия прошла через всю Европу и увидела, что жизнь можно и так, и эдак, и по-другому, и совершенно другие возможности, и Америка, и Советский Союз стремились как бы избавиться от тех ощущений, которые принесла с собой война для вот этого поколения фронтовиков, в Америке это были вот самые гонения на интеллектуалов, о которых говорит этот фильм, вот, у нас это было дело врачей, у нас это было несколько другое, более жесткое реагирование, но стремление было одно и то же, чтобы люди забыли о том опыте, который они пережили, вот, и здесь, конечно, дело не просто в аллюзиях Константина Симонова, что он делает картину об Америке, а на самом деле имеет в виду Советский Союз, а дело в том, что и Америка, и Советский Союз однотипно среагировали на то смещение этических представлений и на то, что теперь можно дружить с Советским Союзом, скажем, вот, или наоборот, можно видеть, как живут европейцы и понимать, что они живут по-другому и, может быть, интереснее, чем нам казалось до того, как мы всю Европу прошли. Ну да, я еще расскажу, что, да, мне кажется, действительно это очень важная мысль, что здесь есть симметричность определенная, и поэтому полностью пропагандистским даже нельзя этот фильм воспринимать, возможно, что здесь есть какой-то элемент критики там и так далее, он просто прямо, наверное, не мог бы этого сказать. Пожалуйста, если есть еще вопросы или реплики, я передам вам микрофон, а если нет, то будем расставаться. да, а вот могли бы вы прокомментировать смысл или роль двух женщин рядом с главным героем Кэт и второй, я не помню, как называется, они, по-моему, ну, они честны, как вот я могу, если как реплику уже переводить, одна честна в своих желаниях, вот она дает деньги, она говорит, что хочет, она понимает, что хочет, это тоже как бы классно, это эгоизм, но как бы это одна история, вторая его поддерживает, чтобы он не делал или верит в него, наверное, какой-то смысл заложен. Ко мне вопрос или, Кирилл? Ко мне, хорошо. Ну, я соглашусь с Кириллом, что здесь драматургия очень схематичная, точно так же и здесь работает схема определенная. Они обе как бы представляют из себя некую репрезентацию двух направлений. Его бывшая жена, которую играет Терехова, она же на самом деле девушка погибшего дико. То есть, это в каком-то смысле вот та система ценностей, которую он, собственно, вынес из войны и пришел к ней. Она как бы продолжает вот эту бескомпромиссную линию понятных разделений добра и зла. А его новая жена, она как раз символизирует и репрезентирует конформизм по отношению к той действительности, в которой он живет. Она его все время подталкивает каким-то таким не очень красивым, хотя, в общем, ничего плохого нет, едут на рыбалку люди, ну, давай встретимся завтра. Ну, там как-то, правда, не пошел на демонстрацию, потому что это там, то, все, ну, заболел или еще что-то, но в любом случае она как бы является провоцирующей фигурой, да, то есть она репрезентирует вот этот мир жизни, по сути дела, да, в отличие от мира войны, в котором очень много всяких мотивов. Ну, поехать на рыбалку, это же тоже мотив серьезный, от него же нельзя отказываться, поэтому, а героиня Терехова, у нее как бы все четко, она даже и говорит, да я умру, если ты этого не сделаешь. Ну, и она тоже, в общем, все в том же режиме, да, в режиме жизни и смерти. Я не вижу, меня слепит это самое, если там кто-то еще что-то хочет сказать. Есть? Есть рука? В связи с творчеством Высоцкого, мне сразу же после просмотра фильма, и во время просмотра фильма пришла на ум песня Высоцкого «Чужая колея». Он попал в чужую колею после войны, и вот из-за нее старается выбраться, ну и выбрался. Ну, мне кажется, здесь сложнее. Это не то, что он попал в чужую колею, да, а как бы высказывание, мне кажется, такое, что, а и невозможно было не попасть. Не попасть в чужую колею, это значило быть четвертым. Если бы он присоединился к ним, вот это и была бы его нормальная колея. Он и хотел там, да, ну, как бы он и присоединился в конце, но я поэтому и сказал, что будучи живым, невозможно оказаться в этой колее. в этом вся история. О, отсюда я хорошо вижу, если еще кто-то хочет что-то сказать, задать вопрос, пожалуйста. Если нет, то спасибо. Следующий наш просмотр 6 сентября аж, да, небольшой перерыв у нас в нашей программе, с циклом о Высоцком мы закончили, а 6 сентября не помню, какой мы фильм, но какой-то очень интересный фильм будем смотреть. Приходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...